Итак, дорогие друзья, с этим видео мы начинаем очень интересный, на мой взгляд, отрезок изучения блендера. То есть я теперь хочу сделать натюрморт. Попробую сделать натюрморт один или два, не знаю. Но для натюрморта вы знаете, что обычно нужны какие-то ткани, фрукты, кувшинчики или еще что-то. И это всегда связано с тем, что требует денег. Мало того, что денег требует, но потом ты уже не знаешь, куда с этим деваться. Все уже увидели, все это посмотрели и все уже надоело. И ты вынужден покупать новое и новое и новое. И это не есть хорошо с точки зрения финансовой. Так, поэтому мы с вами сегодня... Ой, не то. Погром сделать ткань. Я нашел интересный туториал от Артема. Ну, Артем тоже, по-моему, кого-то берет, поэтому не знаю. Вот. Но, во всяком случае, я это перелопачу через себя. Итак, мы возьмем сферу. Сферу. Встанем сюда. Так, сразу включим вам эти подсказки. Мне, как бы, они уже и не нужны. Ну, учитывая ваши просьбы, пожалуйста. Пускай сбоку будет не мешать. Так. А теперь следующее. Идем вот сюда вот, у прозрачность. Объект edit mode. И выделяем вот эти вот точки. И говорим удалить вертиклы. Вот. То же самое здесь говорим. А, нет, здесь мы не будем удалять. Мы сейчас сделаем следующее. Мы с вами возьмем S, Z и скажем 0. О, вот так. Сразу выделать нужную нам форму. Отлично. Далее мы должны с вами пойти сюда. Так, где объект у нас. Вот. И, скажем, солидности добавим сейчас. Да и все. Где она у нас, солидность-то? Вот она у нас, солидность. И смотрим, сколько нам надо. Ну, допустим, вот такую солидность сделаем. Да и все. Вот так вот. И раньше, ну, все время, ну, как бы, мне не хватало сиемы, которые делают такие частки тоже на раз. Ну, сейчас я научился тоже, да, делать. Далее мы пойдем еще один модифайл. Возьмем Subdivision. И оставим так, как оно есть. Ну, может быть, добавим здесь просмотр 2. Так. Угу. Ну, и еще смуз. Прекрасно. Чудно получилось это. Единственное, что, может быть, я не хотел бы такой толстый. Вернее, сразу такой, хотя, пускай, пускай такая остается. Все. Отлично. Уберем эту прозрачность. И видим прекрасную стеклянную будет чашку. Отлично. Я думаю, с такими, такими вот способами можно быстро делать какие-то чашки, ложки и поварюшки. Ну, да ладно. Нам надо теперь поставить этот новый материал. Назовем его глаз. Так. Surface. Вместо вот этого возьмем Glass.Best.Def. И оставляем все, как оно есть. Хотя с розницей я бы поспорил, конечно. Ну, да ладно. Пока что, говорят, так и оставить. Движок, вернее, движок, а рендер на Saisal поставим. Вот. Вот так у нас получилось. Ха-ха-ха. Интересно, если нажать, что будет. Это просто так смех, да? Ну, как вам сказать? Ну, делает, но у нас нет ни света, ни отражений. Практически у нас нет ничего. Ну, в всяком случае он делает, пробует сделать что-то стеклянное без ничего. Ну, так не бывает. Стекло это, прежде всего, проникающий свет красивый и так далее. Ну, это так вот. Чугунный горшок, скорее, напоминает. Ну, да ладно. Нам теперь надо сделать покрывальце такое. Ну, такая изящная должна быть шелковая ткань, которая упала. Ну, давайте мы сначала сделаем столб. Ну, не столб, хотя бы поверхность. Plane. S20. Вот такую большую сделали. И опускаем его вниз. Вот. Иногда бывает так, что перестараешься. Вот так. Нажимаем вниз. Опускаем. Так вот. Хорошо. То есть, это наша вот установочка. Но, я смотрю, что у нее есть некоторые эти. Поэтому, я догадываюсь, в чем дело. Ну-ка. О. Так. Это, это. Нет. Слава богу. Я думал, уже прилепилось. Зараза, какая думала. Так. У нас только один кусочек света здесь. Пока. Ладно. Оставим его в покое. Теперь возьмем Ctrl-Shift-A и возьмем Plane. Ага. Plane возьмем. И что мы с ним будем делать? Так. То есть, S. И, скажем так, два. Нет. Два. Ага. Два. И теперь R по Z-45. Вот так. Так. Теперь опять R. Ось X-70. Во. Вот так оно получилось, да? Ага. Так. Теперь повернем ее. Вперед. И потянем наверх. Живем. Вот так. По Z-у. Сделаем так. Ну-ка. Тупясь сбоку. О! И потянем ее немножечко вот сюда, чтобы когда она начнет падать, она оставалась как бы, часть оставалась на чашке. Вперед. Все. Подготовка закончена. Теперь займемся этим платочком. Так. Нам надо пойти, наверное, в объект Subdivate. А нет. Это все-таки задача Subdivate. Так. Здесь посмотрим. Номер 50. Много, конечно. Но нам надо, чтобы она падала и изгибалась в складки и так далее. А это можно сделать только тогда, когда много полигонов. Если будет два, она таким треугольником сложится и все. Если вообще сложится. Так. Теперь давайте создадим здесь материал. Настройка параметров материалов. Скажем. Новый. Возьмем Glossium.BestF. Так. Разница 1. Потому что это все-таки ткань. Блестеть она не должна. Так. И цвет. Цвет мы можем создать любой. Я вот хотел бы вот какой-то такой вот розоватый, допустим, цвет, да? Пускай будет. Вот так. И нажать на стилю. Тогда мы увидим. Нет, еще не видели. Ну, ладно. Вот так. Так. И мы в Viewport вот здесь. Вот он. Мы тоже создадим такой похожий цвет. Чтобы было видно. Так. Хорошо. Смотрим. Дитмот. Объявляем. Вот так у нас получился вот этот розовенький такой платочек. Стеклянная баночка. Вазочка, как хотите. И это сцена. То есть сцена у нас готова. В следующем видео мы заставим этот платочек падать на эту кружечку, чашечку и складываться в складки. Хорошо сказал. Масло масляное. Так. Образовывать складки. Образовывая будет падать, образовывая складки. Вот так верно, да? Все хорошо, ребят. До следующего видео.